Добрый день! В прямом эфире Вести Кабардино-Балкария в студии Алимхостов. Смотрите в выпуске. Кабардино-Балкария Сегодня республика отмечает день возрождения балкарского народа. Ныне он совпал с 55-летием восстановления его государственности. 28 марта 1957 года Верховным Советом Кабардино-СССР был принят закон о преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую. Сегодня в адрес братского народа звучат поздравления. Обратился к балкарцам и глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков. За относительно короткий исторический срок с момента возвращения на землю предков балкарский народ добился огромных успехов в разных сферах жизни, занял достойное место в созвездии братских народов многонациональной России, говорится в обращении. Сегодня он обладает высоким уровнем интеллектуального и духовного потенциала. В единой семье народов Кабардино-Балкарии уверенно созидает новую жизнь. Уверен, балкарский народ, вся единая и дружная семья народов Кабардино-Балкарии продолжат твердую поступь по пути мира и созидания. Конец цитаты обращения. В эти минуты завершился посвященный дню возрождения республиканский автомарафон дружбы народов. Участники автопробега финишировали в Кашхатау, где их встретил премьер Кабардино-Балкарии Иван Гертар, члены правительства и жители поселка. Съемочная группа Вестей тоже участвовала в автопробеге. Сейчас ее вместе с автоколонной чествуют в Кашхатау. В следующем выпуске мы рассчитываем показать более подробный репортаж. А еще вчера 50 внедорожников, несколько квадроциклов и один мотоцикл штурмовали горные перевалы. 50 километров по бездорожью. Все участники автопробега рассчитывали дойти до финиша, не отстав от основной группы, но подвела погода. Тем самым перед самым стартом начался снег, на склоны опустился густой туман, что еще больше усложнило и без того трудную трассу. До селения Карасу все шло нормально, но на одном из участков даже трактор не смог пройти дальше. Пришлось сделать остановку. Не помогли и цепи, которые были надеты на колеса внедорожников. Часть колонны вернулась назад во Своясе, но нашлись и более настырные, которые не отступили. Они продолжили путь, дождавшись, когда трасса чуть подсохнет. В итоге 20 автомобилей все-таки добрались до конечного пункта поселка Кашхатау, посвятив свою победу над стихией Дню Возрождения Балкарского народа. Именно вера в будущее, трудолюбие и взаимоуважение стали залогом мирного сосуществования наших народов. И сегодня в республике немало людей, говорящих на всех трех языках Кабардино-Балкарии. Этому способствует дружба народов и немного иные чувства, ставшие причиной межнациональных браков. Традиционная скромность и воспитанность не позволяют выставлять чувства на показ, но одно ясно – это любовь Инна Богатырева продолжит. Так Балкарийс Хачим Гороев отвечает на вопрос, почему когда-то выбрал в жены кабардинку. В те годы, говорят, у нас была одна койка и один матрас. Сейчас у межнациональной четы Гороевых крепкое хозяйство. Сегодня откорм телят и разведение скота – обязанность Хачима и главная статья дохода. Ощутимо пополняет семейный бюджет и его не менее трудолюбивая супруга Женя. И ее особая гордость – домашние птицы. Как жить, работать, да, схоже. Никогда не ленив, не он. Что она скажет, я делаю. Что я скажу, она делает мы друг другу. Вот копейки скрываем. Он стал через чё умный, знал, куда я одеваю. Вот сегодня деньги принес, завтра их нету. Деньги надо было, понадобится. Я говорю, нету. Ты знаешь, куда их делал. Воду не бросил. Ничего найдем. Всегда такой ответ у него был. Взаимопонимание и взаимоуважение в этой семье выстраданы за плечами послевоенный голод, который, казалось, тянулся в вечность. Но это было ничто по сравнению с 13 годами, проведенными на чужбине в Киргизии. С тем, как мать, когда высылали народ, не хотела оставлять старую больную бабушку. А потом была радость возвращения. Наладить новую жизнь вернувшимся домой помогли кабардинцы и русские. Встретили нас по родственному, выделили землю, семена, технику, скот, вспоминает Хачим. Не забыл он и совет матери, определивший не только его судьбу. Вот два брата, говорит, у твоих два брата старший, говорит, Желез, Балкар, говорит, теперь я сама, говорит, Балкарка, она Балкарка была, фамилия Казакова. Теперь, говорит, Желез, говорит, кабардинцы. Я не беспокоилась, что не знаю Балкарский язык. И не старалась Бог дам. Теперь я его учу по Балкарскому языку. О своей половинке, с которой прожил бок о бок больше полувека, Хачим отзывается с той же теплотой и любовью. Отношения, говорит, не только не охладели, но стали еще глубже. И таких смешанных семей только здесь, в Жемтале, более 20. Мы живем как одни братья. Мы почти все живущие в Жемтале, кабардинцы, болгарцы, они имеют родственные связи. Если вот так порассуждать, когда их депортировали, это больно было всем кабардинцам. Сегодня здесь, в Жемтале, проживают 3000 человек – балкарцы, кабардинцы и русские. Они давно переплелись корнями, потому что сострадание, человечность и любовь во все времена наднациональны. Инна Богатырева, Иван Евдокимов, Вести, Кабардино-Балкария. Празднование Дня Возрождения Балкарского Народа в Нальчике начались в мемориале жертвам политических репрессий. Там развернулась персональная выставка молодой художницы Лели Кономатовой. Для всего братского народа это праздник со слезами на глазах. В этом году исполняется 55 лет с момента возвращения балкарцев на свою родину. Выставка молодой художницы Лели Кономатовой как символ Возрождения. Композиции разноплановые горы, которые всегда манят своей ледяной красотой, лошади, покоряющие своей силой и мощью и многое другое. Поздравить свой любимый народ с таким большим праздником, с Днем Возрождения. У меня ушло 2-3 месяца для того, чтобы подготовить это все. Как бы спонтанно получилось. Конечно, если бы было побольше времени, я могла бы и другие работы свои представить, неоконченные. Праздник не ограничился только стенами музея. На площадке перед мемориалом молодежь устроила танцы. Ну, а любителям более экстремальных и ярких зрелищ сегодня тоже есть на что посмотреть. Сейчас в Нальчике на площади Абхазии проходит открытый чемпионат Кабарина Балкарии по автоспорту. На главной площади столицы республики находится и наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Альберт, как проходят состязания и кто участвует? Здравствуй, Алим. Соревнования, в принципе, уже подходят к концу. Итоги еще не подвели. Кто стал победителем, говорит, пока рано. Участвуют сегодня в скоростном маневрировании не только те, кто занимается этим видом спорта профессионально, но и любители, которые хотели показать, как они умеют хорошо рулить. Участвовали в соревнованиях 14 команд. Кроме того, учитывалось и личное первенство. Соревнования стали традиционными. И буквально минуту назад мы взяли интервью у одного из организаторов. Предлагаем послушать, что он нам рассказал. Сегодня первый этап соревнований показывает, что команда Прокландовского района наиболее хорошие результаты показала. Но все будет зависеть от финальных заездов. Первые шесть участников, которые покажут лучшее время, принимают участие в финальном заезде. И там определяются лучшие в личном зачете. Своё умение усмирять железного коня сегодня показали ещё и девушки. На мой взгляд, очень хорошо они это делают. Как на взгляд жюри, я ещё не знаю. Итоги соревнования в командном и в личном первенстве будут подведены чуть позже. И о их результатах я смогу вам рассказать в нашем следующем эфире. Алим. Спасибо, Альберт. Ждём подробностей к следующему выпуску. Напомню, на площади Абхазии, где сейчас проходит открытый чемпионат Республики по автоспорту, работает наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. День возрождения. Смысл и значимость его заложены уже в самом названии. Присущая балкарскому народу традиционная мудрость, терпение и сила духа, неугасаемая вера в торжество справедливости, помогли ему не только выстоять и выжить, но и вернуться к своим родным очагам, восстановить государственность. И никто не отвернулся. В первую очередь протянули руку и оказали братскую помощь кабардинцы. О неподдельной дружбе. Моя коллега Марьян Джангуразова. Вбить кол недоверие и недопонимание между нами никому не удастся, как бы ни старались, убеждёнок Сокол из Шалушки Аулия Хачуев. Говорит, нет нам ближе кабардинского народа, который с болью воспринял нашу депортацию и всячески помог нам по возвращению. Очень хорошо встретили, очень хорошо. В 1958 году, в марте месяце, мы сюда приехали 10 марта. Помогли, устроили, вот мы здесь дом купили. Кто дом не купил, квартиру дали, земли дали. Но лучшего брат брата только может встретить. А эти суседы наши все, тут даже заменить некого. Все очень хорошие, живём как в одной семье. А если у нас похороны, у них мы, свадьба, вообще я рад никуда. Велёвкой потянешь, не поеду. Долгие годы ссылки балкарцы мечтали о том дне, когда смогут вновь увидеть родные горы. А вернулись к разрушенным до основания домам. Многие до родных аулов так и не доехали. Кучменовы были одной из первых балкарских семей, прибывших в Шалушку. Встречали их кучменовы кабардинцы. Старики, я помню, человека четыре такие симпатичные, строенные старики, пришли к моей матери покойной и спросили, ты вот с чем приехала сюда, что у тебя, какие возможности, то ли строиться будешь, то ли дом купишь. Она говорит, нет, строиться я не смогу, но я, говорит, куплю. Они тогда сказали, в таком случае мы вам поможем. И помогли. Выделили вернувшимся из ссылки с братьем для возведения нового дома ровно половину своего участка. Сегодня Мусалим гордится тем, что породнился с соседями. У него и зять кабардинец, и одна из снов кабардинка. Аналогичная судьба и у семьи Атабиевых из Кенжи. Под их нынешний дом свой участок выделили казанчивые. Более того, представители этого рода выезжали в Казахстан, чтобы оказать посильную помощь переселенцам. У абсолютного большинства людей старше меня, конечно, вот те переживания, которые были в Средней Азии, они остались в памяти. Их трудно забыть, перенесенные. Хотя, с одной стороны, когда народ вместе, объединенный общим горем, общими трудностями, наверное, где-то процесс исплачивания был, но, с другой стороны, это очень сложно, трудно. Балкарский народ после долгого и трагического изгнания не только не озлобился и не очерствел, наоборот, благодаря всеобщей поддержке населения республики встал с колен. И сегодня в Кабардинской шалушке решением Совета местного самоуправления один из переулков переименовывают в улицу имени солдата Великой Отечественной балкарца Жибрила Шаваева. Новые таблички в лесном повесят со дня на день. Марьям Джангуразова, Сафар Гириев, Анатолий Дерико, Вести Кабардино-Балкария. Подготовку к праздничным мероприятиям с самого утра начали и вселение Хасаня. Финансами на организацию помог бюджет Нальчика. Программу открыли спортивные мероприятия, причем в турнире по вольной борьбе, посвященному возрождению балкарского народа, принимали участие не только школьники Хасани, но и других субъектов городского округа. А возле сельского дома культуры в это время вовсю шли приготовления к пиршеству. По традиции чудеса кулинарии показывает Бека Ашуров. 15 лет назад молодой человек приехал к своим родственникам в Кабардино-Балкарию из Узбекистана. Да так и остался. Сегодня он с удовольствием делится рецептом фирменного плова. Морковка, мясо, рис, все один к одному идет. Специи добавляют, там зира, не зира, там можно шафран добавить. Пока угощение варилось на огне, сотрудники дома культуры спешили украсить залы до прихода жителей. Основные торжества начнутся с минуты на минуту. А в Прильбрусе тем временем продолжается фестиваль этнических культур Алтын-Майдан. Сегодняшние выступления участников посвятили Дню Возрождения Балкарского народа. И сейчас по телефону с нами связался мой коллега Казбек Кикиев. Казбек, мы тебя слушаем. Как проходит второй день фестиваля? Да, Алина, сегодня Поляна Чигет превратилась в настоящую карусель дружбы. Именно под таким названием проходил очередной день фестиваля Алтын-Майдан. Посвящен он был Дню Возрождения Балкарского народа. Таким образом, участники и гости фестиваля решили отметить знаменательную дату братского народа. На Поляне Чигет с утра собралось очень много людей. Это представители не только фестиваля, но и гости при Эльбрусье. На Поляне накрыли столы. Сначала участники фестиваля и гости самого праздника почтили память тех, кто не вернулся с переселения в 40-е годы. И плавно перешли к концертным номерам. Праздник еще продолжается. По программе намечено еще несколько мероприятий. Среди них мастер-класс по журналистике и экологии, а также дефиле в национальных костюмах. Ну и, конечно, песни, пляски и танцы. Алим? Спасибо, Казбек, из Приэльбрусья, где в эти дни проходит третий международный этнографический фестиваль «Алтын-Майдан» или «Золотая площадь», мой коллега Казбек Гекиев. К этому часу у меня все новая информация в следующем выпуске. Напомню, все новости нашей программы на сайте вести.кбр.ру. До встречи в 17.30. Субтитры подогнал «Симон»!